отвечаю на вопросы меня зовут Олег Алабудвин вот возник вопрос про триггерные точки проводить может быть миогиллоз который если запустить переходит миофиброз это то что перекатывается на гвоздь у лопатки в районе трапециевидные мышцы ближе к лопатке это очень тяжело сказать и это очень тяжело поддается лечение хрящ на ощупь хрящеподобно это могут быть мышцы могут быть связки там просто уже что-то образовалось уже прошли так скажем необратимые процессы молодежь молодежь вот сплошная молодежь уже этим страдает возможно тут как бы однозначно объяснение нету но также делается жесткая также вот она раскатывается раздавливается да и кровеносную сгусток это все выводит вот если мышц мы так рисуем любая мышца мышца как правило версионообразная на плоские бывают из волокон состоит на конечно сухожилиями и между мышцей и сухожилием они впадают в некоторый как это называется антогенез между другом они немножко соревнуются потому что нормальное для них состояние и для связок да и для мышцы расслаблено но расслаблен организм никогда не бывает даже когда мы стоим просто ровно нам кажется да постольки вольно там да мы все равно стоим на самом деле ровно специально мышцы что-то там ищет как-то подправляют наше тело вот это я так показываю утрированно постоянно что-то вот как-то играет в организме соответственно если у нас перенапряжена мышца ну там крови накопил скрылся сгусток там молочная кислота ну что-то там очень появилась мне да она спазмирована значит она сжимается и триггерной точки это как правило вот эти вот взяты участки мышц либо сухожилия значит сухожилия растягивается раз он скажи ему это не нравится происходит боль либо наоборот сухожилия она слишком стянуто значит мышцы получаются растягиваться и тоже это неудобно да и она пытается на обратно это связать но на самом деле в мозг попадает в чем секрет сигнал и от этой точки и от этой точки и от этой точки попадает сигнал одинаковый мозг он не понимает где где конкретно борьба значит каким способом делаем ну во первых разминаем всю мышцу растягиваю увеличиваю кровообращение кровопоток увеличивается и соответственно все это потихонечку рассасывается либо есть точечная техника шиатсу там или вот как раз на триггерной точки ну так нажимаем и продавливаем на эту точку с вибрацией это может быть точкой здесь находиться может быть здесь находиться ну в любом месте да мы ее находим вот такое уплотнение да и продавливаем достаточно жестко это больно человеку больно в данном случае боль лечит сейчас мы будем показывать показывать эти точки триггерные что такое что в случае происходит вот вместе крепления мышцы на привязи сюда мы пережимаем вот это вот все что питает нашу мышцу кровеносные сосуды нервные там но все вместе идет и потом отпускаем получается эффект как наступили на шланг да потом отпустили и поток пошел этот поток кровеносных пробивают эти пробки ну словом назовем это пробками пробивает это вот второй способ да третий способ это когда мы делаем мануальную терапию непосредственно на костно-связочный аппарат то есть мы резко разжимаем либо здесь косточки дали будут тянем сухожилия в неудобную позе да такие заломы там иногда бывает растяжки и соответственно за перерасширение вот этого сухожильного участка да он тянется тянется и не выдерживает он такой фу говорит все до после зиматрической релаксации да вот это вот тоже этот способ способов много да их надо нормальную специалисту знать все потому что нет однозначного способа чтобы прямо прям досконально помочь человеку да надо все знать все уметь и ну и под под человека индивидуально подходить кому-то это больше подходит кому-то этот способ вот давайте начнем практиковаться